Доброе утро, дорогие друзья! Итак, праздники вроде как закончились, но вот еще четверг, сразу за ним шаббат, то есть можно считать еще эту неделю продолжением праздника. О чем хотелось поговорить? Вы знаете, мы замечательно так провели этот праздник, весело, хорошо, большой очень компанией. Но я обратил внимание на те сложности, которые вот-вот у одного другого возникают, то там, то там в семье. Я рассказывал своим друзьям некоторые истории, я сейчас два слова повторю буквально. Вы знаете, мы с вами приступаем к созданию нового мира, нового мира в этом году. От А и до самого Я конца года. Мы получили какую-то энергию на этот год, мы получили, если хотите, печать на этот год. Но очень многое зависит от нас самих. По к чему? Потому что весь мир Бог построил вот такими ячеечками. Это такая сеточка, вот хороший раз, одно, второе, третий раз, налепилось, налепилось, и вот этот громадный мир. Все эти ячеечки состоят из маленьких таких семей. Вот это вот семья, которая, когда все хорошо семье, когда хорошо отношения между супругами, когда Бог хочет пребывать в этом доме, вот это и есть правильное построение этого мира. Потрясающе сказано одним мудрецом. Какой смысл в твоей праведности, если твоя жена плачет? Какой смысл в твоих какой-то религиозности, если в доме твоем нет брахи? Есть очень много людей, которые вот сидят, они все штудируют, все так, знаете, такие мудрые, такие религиозные. А вот как только попадаешь в семью, возникает проблема. Не потому что эти люди хуже стали, а потому что они считают, что это не стоит таких усилий, как все остальное. Стоит, стоит. Более того, мир в семье это первое, с чего надо начинать человеку вообще в этом мире. Всем известно, что мужчина и женщина отличаются друг от друга. Именно эти отличия восполняют недостатки. То, чего не хватает мужчины, получают от жены. А чего жене, она получает от мужа. Семью можно представить, как вот такой пазл, мозаику. Специальные выемки и выступы помогают частям пазла сложиться вместе, единую картину. А если две части пазла будут гладкими квадратами, картинка тоже сложится, но держаться-то вместе не будет. Человек устроен так, что оценивает других по разным параметрам. Оценивая супругов, начинают почему-то обращать внимание на что? На недостатки. Но это абсолютно неверный подход, который погубил не одну семью. Подумайте об этом. Оценивать нужно прежде всего то, что в человеке хорошее. То, что вам нравится. А какие-то недостатки это вторичные, с ними надо потом подумать, что делать, но никак не возводить их в какой-то высокий уровень непреодолимости. Супруги часто приходят в семью с различными жизненными устоями, вообще подходами. Это еще может вначале незаметно, но по мере семейной жизни безусловно видно. Этот аспект надо понимать так же, как что надо желать добра в первую очередь. Нужно находить общее во взглядах на жизнь. Не пытаться перевоспитывать или убеждать другого, что он неправ. Надо постепенно смотреть, что, где, как, где можно притереться. Спор между мужем и женой чрезвычайно разрушительным. Он иссушает жизнь, лишает ее аромата, отнимает у обеих сторон продуктивную энергию и в конце концов противоречит желаниям Бога. Основной принцип семейной жизни умение понять другую сторону и готовность идти на уступки. Как гласит плакат, который вот в Израиле, кто был, там написано, не будь правым, не будь мудрым. Ибо даже если ты прав, иногда нужно предпочесть мир и согласие, чтобы был, чем твоя вот эта вот никому не нужная правота. Еще раз хочу сказать. Вот замечательные люди, замечательные семьи. Но именно вот когда, именно в семье вот почему-то вот это вот, нету силы уступать, нету силы работать. Семья это работа. Семья, мы не освобождены, когда мы приходим домой, мы не должны развалиться и все, упал. Нет, мы начинаем работать. Поэтому всегда говорят, что прежде чем зайти в дом, отдышись, подожди, улыбнись и заходи. Очень часто считается, я иду домой отдыхать. Не домой не отдыхать, ты идешь домой создавать ту главную цель, которую тебя послали в мир. Мир в своем доме, счастье в своем доме. Много людей хотят построить счастье в мире, а вот у себя дома намного меньше. Много людей готовы там заниматься глобальными вопросами. Еще раз, но Бог оценивает это несколько иначе. Если у тебя нет мира в доме, написанном в наших книгах, то Бога не интересует твои достижения, каких-то там других вопросов. Иди и работай у себя дома. Если нижняя ячейка слабая, рухнет все здание. Мир строится на ячейках под названием «Семья». Если мы работаем не над этой ячейкой, а над какими-то верхними этажами, то это дом, в котором нет фундамента, а этажи строятся. Чем кончится, мы это знаем. Дорогие друзья, Брахава, Ацлаха на мир в семье, на хороший Новый год. На то, чтобы мы сумели правильно расставить приоритеты и понимать, на что надо тратить время, а на что нет. Что важное, а что нет. И всегда надо задать себе вопрос. В моем доме, если бы Бог проходил мимо, он бы зашел ко мне домой или нет. Оценка дома должна быть такая. Поэтому всегда надо мир в доме номер один. Брахава, Ацлаха, всего самого лучшего.